Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403. Жигулин будет организовать голосование жителей неподконтрольной части Донбасса с российскими паспортами на выборы в Госдуму Российской Федерации, которые, напомню, пройдут в сентябре этого года. К тому моменту, как рассчитывают в России, паспорта Российской Федерации получат около полумиллиона украинцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Почему именно справедливая Россия и лично ее лидер Сергей Миронов так активны на оккупированной части Донбасса? Что Кремль готовит Донецку и Луганску, если верить лидерам этой партии? Зачем Кремлю голоса из Донецка и Луганска на выборах в Российский парламент? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. И Максим Бученко, журналист и писатель. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы общаемся, к сожалению, в записи, но наш автоответчик работает в обычном режиме. Звоните по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Автоответчик записывает ваше мнение, мы его слушаем. Лучшие мнения, ваши отзывы по тему разговора в студии прозвучатся в нашем эфире. Павел, ну давайте вот первый вопрос к вам задам. Вы подготовили отчет, Восточная правозащитная группа, в частности, о политическом влиянии Кремля на оккупированной части Донбасса. И там утверждается, что одним из основных агентов политического влияния в неподконтрольных Донецке и Луганске стала именно партия «Справедливая Россия». За правду. Почему именно она? Как считаете? Ну, необходимо обратиться к истории. Эта партия первая признала независимость так называемых ЛНР и ДНР еще в 2014 году. Именно эта партия организовывала еще в июле в Москве под парламентом России акцию протеста в защите человечного населения в Донбассе. Именно эта партия в 2015 году сделала первый и зарегистрировала законопроект о паспортизации местного населения ОРДО, да, паспортами Российской Федерации. Ну и, конечно, это инициатива Сергея Миронова по внедрению стандартов обучения Российской Федерации в школах ОРДО. Поэтому тут ничего, как бы, ну, тут сенсации мы никакой не дали. Мы просто дали анализ и показали, кто есть кто. И мы обратились к дипломатам и сказали, ну, еще важный момент. Именно партия «Справедливая Россия» в 2014 году в конце разработала перечень модальных законов для паспортизованных администраций Российской Федерации в ЛНР и ДНР. Именно для так называемых парламентов ЛНР и ДНР. То есть это явное доказательство того, что парламентская партия «Справедливая Россия» именно способствовала оккупации частей Луганской и Донецкой области, помогала им, ну, фактически делала для них за них всю работу. Поэтому мы просто фактически показали их деятельность на протяжении всего военного конфликта, да, то есть на протяжении всей русско-украинской войны, военной агрессии против Украины, да. И, соответственно, просто не знаю почему, но Кремль именно таким вот образом решил выбрать именно эту партию. Возможно, потому что у нее леворадикальные взгляды, да, а изначально Донбасс планировался именно вот как оплот, левый оплот русского мира в мире, да, и они там даже проводили форумы антиглобалистов. Ну, как раз, да, в этом спектре немногих тех партий, которые представлены в Госдуме Российской Федерации, «Справедливая Россия» за правду занимает вот такую вот левую социалистическую нишу, повестку члена на международной организации «Социалистический интернационал». Павел, а вот тоже, ну вот вы собирали информацию по поводу деятельности этой партии на неподконтрольной части Донбасса, а ведь до 13-го года она была достаточно оппозиционная по отношению к Кремлю, даже вот Сергей Миронов участвовал в протестах белоленточников, так называемых, на Болотной площади против фальсификации выборов в Госдуму Российской Федерации. Был членом этой партии Илья Пономарев, вот небезызвестный, да, который сложил потом мандат депутата Госдумы Российской Федерации. Как так вышло, что вот она была такая достаточно оппозиционная и тут стала, ну, более агрессивной, чем сам Кремль по отношению к Донбассу, по отношению к Украине? Ну, надо понимать, что в 14-м году действительно вот весь левый политический мир, да, то есть левонастроенный политический мир, был обеспокоен из-за пропаганды Российской Федерации, ведь какой был месс? Я это четко помню, потому что в 14-м году я занимался правосоюзами, и я по приглашению правосоюза в Германии ездил в пять городов, это Штутгард, ну, пять городов Германии, и рассказывал, что на самом деле происходит на Донбассе, потому что месседж был такой, что злые украинские националисты, я это, конечно, сейчас говорю в кавычках, убивают просто рабочих Донбассов. Да, и, соответственно, вот на этой волне был призыв, а в нашем отчете есть, вы можете видеть, партнеры, политические партии, да, других стран, вот «Справедливая Россия за правду» и неправительственные организации по всему миру. Их очень много, да, Павел, действительно, там есть и такие маргинальные, в принципе, да, но и достаточно влиятельные. Конечно, ну, там, Германия, да, опять же, там, французские левые партии, естественно, у них есть представительство в парламенте. И вот они с помощью своих контактов распространили эту информацию, сделали вот такое ложное представление. Отсюда и пошло уже дальнейшее развитие. А потом же, смотрите, как это все работает. Партия «Справедливая Россия» потом уже, конечно, просила деньги у своих международных партнеров, ну, там, международная солидарность, трудящихся и так далее, на поддержку ЛНР и ДНР. И она в 2014-2015 году провела рекордное количество мероприятий, посвященных именно так называемым ЛНР и ДНР. Конгресс депутатов в Таганроге, где были тогда еще, был Пушилин, не главой республики и так далее. Опять же, модальные законы приглашала их в парламент. Я вам больше того хочу сказать. Вот обратите внимание, в отчете есть такой персонаж Владимир Карасев. Он на фотографии вместе с Сергеем Мироновым, сейчас он живет в Москве. А до 2014 года он спокойно жил в Киеве, работал каким-то советником в украинском парламенте. Помните, у него было удостоверение сотрудника советского комитета Госдумы Российской Федерации. И вот как политтехнолог приезжал в Волчевск, я его лично знаю, лоббировал в российский, русский мир. А когда случились события, 2014-2015 год, его даже рассматривали одним из лидеров незаконных вооруженных формирований ЛНР, именно Луганской области, я к чему говорю? Что те люди, которые лоббировали, были проводниками русского мира в Украине, а у него очень хорошая связь с Мироновым, и он был на этом конгрессе депутатом, они в мирное время работали здесь под прикрытием, и после того, как это все случилось, они стали агентами таких вот политических партий, в том числе и на оккупированном Донбассе. Ну вот пытались мы связаться, к сожалению, не получилось у Ильи Пономарева принять участие в нашей программе, было бы интересно вот услышать от него, наверное, он наверняка знаком с Сергеем Мироновым лично, и вот такой вот политический кульбит, который совершил Сергей Миронов, сначала вот был оппозиционером к Кремлю, сейчас стал арбитром группировок ДНР и ЛНР. Вопрос Максиму Бученко. Ну вот с вашей точки зрения, почему вот именно справедливая Россия за правду так активно участвует в политической жизни на неподконтрольной части Донбасса? Почему, например, вот Единая Россия, депутаты туда не ездят, в отличие от Сергея Миронова, почему не показательно не делают какую-то гуманитарную помощь на эти территории, не говоря уже о том, чтобы открывать какие-то представительства? Ну, на самом деле депутаты Единой России ездят, это Дмитрий Казянко, член так называемого интеграционного форума Донбасс-Россия, он член Единой России. На самом деле проблема, действительно, вот Павел сказал, после 2014 года многое чего поменялось в российской политике, и я общался с экспертами, в том числе и с российскими экспертами, и они все сходятся на мысль о том, что справедливая Россия нужно добавлять за правду. То есть она же ведь соединилась с партией и влился за Харпин Релепин, радикализированное крыло псевдо-националистов-псевдо-патриотов. И она достаточно сильно радикализировалась для того, чтобы потеснить традиционно лже-оппозиционные партии Кремлю, ЛТПР и КПРФ. И она не скрывает, эта партия, о том, что она хочет стать номер два после Единой России. Соответственно, на чем можно радикализироваться? Внутри тяжело противостоять против нынешнего режима, быть оппозиционером, видно по-навальному, что делается с оппозицией. Поэтому они радикализируются на теме Донбасса и упорно продвигают ее. Павел очень верно сказал, что меня поразила эта системность работы. То есть вот если посмотреть на украинскую политику, то она довольно фрагментальна, и она много очень мнений, плюоризма. Да, вот мы можем кидаться с одной стороны в другую, а здесь просто планомерно, шаг за шагом, шаг за шагом наращивают, наращивают. И такое ощущение, что вот они как под копирку работают. Поэтому радикализация справедливой России, за правду, она очень хорошо вкладывается в парадигму русского мира и борьбы за все русское. И, собственно, Донбасс – вот как бы пример того, что вот мы русских не бросаем, это русский народ и все остальное. Ну, это такая манипуляция манипуляций, собственно, потому что никаких русских там не было и нет. И все это делается искусственно. Насаждение, пропаганда и все остальное. И Павел сказал об этом, о том, что были стандарты введены в образование. И там действительно система образования настолько перекроилась, что она полностью вообще видоизменяет менталитет подрастающего поколения. Там практически не встретишься в учебниках слова «украинцы», «украина», все русские, мы русские, все остальное. Поэтому, в первую очередь, радикализация справедливой России, она сделана для того, чтобы каким-то образом освежить политическое поле самой политикума в России. Потому что видно большой застой, да, вот уровень недоверия растет к президенту Путину и все остальное. И на фоне этого Донбасс используется как предмет, да, вот как инструмент для каких-то достижений своих целей. — Максим, а вот эти вот все мероприятия, которые «Справедливая Россия» за правду, ну тогда еще «Справедливая Россия» проводила на оккупированной части, частях Донецкой и Луганской областей, они, ну, это пиар или там есть действительно какая-то помощь вот людям на неподконтрольной части Донбасса? Или они действительно вот становятся рядом с главарями группировок, фотографируются с ними, общаются, помогают участникам незаконных вооруженных формирований? Ну, все это для картинок и какой-то реальной помощи для жителей неподконтрольных частей нету. Или действительно они помогают не только на картинках, а и привозят гуманитарную помощь, разрабатывают так называемые законы, которые хоть как-то, да, ну, нормализуют жизнь на оккупированных территориях? — Ну, да, ну вот что подразумевает, да, вот под гуманитарной помощью? Да, какие-то продукты привозят, но это все равно, что человека сначала ограбили, а потом, говорят, и возвратили ему рубль, на, вот пойди купи там себе хлеба. Ну, вот в таком как бы плане, вот что, это гуманитарная помощь или нет? Или, например, вот с гуманитарной помощью пришли российские учебники, там, 500 тонн учебников российских прошло, которые перекрыли гуманитарную сферу. Это гуманитарная помощь, это видоизменение. Насчет законов. Да, действительно, вот Павел сказал это, они приложили руку к формированию так называемой законодательной системы, которая полностью вычеркнула украинское все, полностью монополизировала политику, собственно, не свободы мнения и все остальное. Это помощь или вот это стратегическое внедрение, да, полностью, как даже сказать, какая-то аннексия своеобразная, да, вот новый вид гибридности. Поэтому я думаю, что в этом случае никакой гуманитарности в таком понимании западноевропейского демократического мира не ведется, есть четко, понятно поставленная цель, которая стратегически шаг за шагом развивается. Вот в чем смысл этого отчета, да, вот, на который я тоже немножко приложил руку, о том, что задача была показать именно вот эту глобальную системность, которая существует, которую в Украине, к сожалению, мало кто понимает, мало кто говорит об этом. И это самая большая проблема. То есть мы недооцениваем действия их, нам кажется, условно говоря, завтра все закончится, мы приходим, все, послезавтра все вернулось. Нет, такого не происходит. Люди будут настолько изменены вот этой системностью работы, да, вот, они будут уже внедрены в российскую повестку дня. Почему, зачем нужна вот эта российская политика? На самом деле эти голоса ведь не сильно много влияют. Ну, будет там миллион голосов, сейчас уже 400 тысяч дойдут, там до 600, еще чуть больше. В России там больше 100 миллионов. Но она влияет идеологически. Наверняка об этом будут все пропагандисты, все будут репортажи показывать, вот мы русских поддержим, все остальное. То есть Донбасс, как я и раньше говорил, используют как инструмент. То есть попользовался и выбросил. Наверняка так вот так и будет, я думаю. Ну, вот конечная цель очень интересна. Николай Стариков озвучил, тоже человек, приближенный к вот этой партии «Справедливая Россия за правду» и политик-нолог, создатель вот этих вот всех псевдо-политических движений на неподконтрольной части Донбасса. Сказал о том, что представители Донбасса будут не в Раде, а в Госдуме Российской Федерации. Ну, вот такой вот будет поворот после этих выборов сентябрьских, если люди на неподконтрольной части Донбасса проголосуют на этих выборах. Давайте я вот еще вопрос Павлу Лисянскому, Павел. А вот выглядит это все немножко искусственно. Вот тот же Захар Прилепин создал «За правду» партию в 2020 году. Ее зарегистрировали. Прошел единый день голосования в сентябре 2020 года. И единственный парламент, местный областная дума, которую прошла «За правду», это была Рязанская областная дума, в Магаданской, Калужской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе партия не преодолела избирательный барьер. Ну, то есть она, по сути, маргинальная. Сейчас Захар Прилепин стал сопредседателем партии «Справедливая Россия». «За правду» Госдумовской партии, то есть вот такой вот маргинал, и вдруг так взлетел. Почему, как думаете? Потому что это проект Суркова, Владислава Суркова. Потому что кроме Захара Прилепина... Ну, надо понимать, что Захар Прилепин же принимал участие в войне на Донбассе не просто так. Он был вполне себе нормальным пророссийским пропагандистом, который топил за русский мир, выпускал книги, ему под это выделяли финансирование. Он был въездной и во Францию, и в другие страны. И тут ни с того ни с сего он едет и берет оружие в руки, получает майорские погоны, и идет якобы воевать на фронт. Ну, там на фронте его не было. Политруком он был. Да, ну, то есть он сидел в Донецке, но числился. И вы вспомните, какой был тогда информационный бум. Прилепин пошел на фронт. То есть, да, то есть Кремль формировал нового лидера, потому что было левое крыло, левое радикальное крыло в России ослабло. Удальцов уже остался неудел. Миронов дает позиции, и кто-то нужен был новый. То есть и тогда, они еще тогда, в 17-м году, то есть в 16-17 год, они это закладывали. Кроме Прилепина в партии заправ есть, естественно, Николай Стариков, он член полицовета, тоже известный пропагандист, который фактически собирал деньги, передавал оккупационным администрациям. И Александр Казаков, тот, который был советником Захарченко покойного, и он входит в число политехнологов, создателей проекта Новороссии. И мы сделали очень классный отчет в конце 2020 года, он назывался политехнологи-пропагандисты Российской Федерации. И он входит в это число, которое работали над проектом Новороссии. Поэтому это как бы системное действие, это была задумка не просто так, что вот они создали союз. Это же не украинская политика. В России нет демократии, там все происходит по задумке Кремля. И управление президента Российской Федерации на повнутренней политике, они знали, что будет такая коллаборация. Они хотят часть голосов, они хотят ослабить КПРС, усилить справедливую Россию, потому что она больше контролируемая. Да, поставить таким образом Донбасс на повестку дня еще выше, потому что эти люди, они прямую ангажированы участием в военной агрессии Российской Федерации. Ну и нам необходимо, знаете, вот менять терминологию. Потому что вот когда я общаюсь с дипломатами, дипломаты мне говорят, что мы не понимаем, почему вы детей в школе не учите, что у вас война русско-украинская идет. И нам необходимо изучать то, что делает Российская Федерация. И вот знаете, в нашем эфире мы вот как раз с Максимом Бученко разработали такой термин. Вот многие говорят «гибридная война» и потом говорят «мягкая сила». Но извините, принудительная раздача паспортов РФ – это не мягкая сила. То, что они хотят открыть избирательные участки для выборов в Госдуму на первой территории Донбасса – это не мягкая сила. Здесь необходимо использовать термин «агрессивное влияние Российской Федерации при гибридной агрессии, которую она проводит». Вот это подходит, потому что Россия сейчас прессингует. Она давит, она стянула войска, она раздает паспорта. Она говорит, что представители, граждане Украины будут избраны в Госдуму, потому что у них есть российский фейковый паспорт. Она разрушила всю экономику, все предприятия. Какая же это мягкая сила? Это агрессивное влияние и прессинг Российской Федерации, который она отрабатывает. Потому что необходимо понимать, что Украина – это пилотный проект вот этих вот действий Российской Федерации. Вы же обратите внимание, что все, что сейчас мы обсуждаем с вами, даже вот мы сейчас с вами обсуждаем политическую оккупацию, это все входит в концепцию гибридной войны России против Украины под названием «Украянский конь», которая была презентована в 2020 году. Но у нас многие политики говорят, что генерал Герасимов презентовал ее в 2013 году и просто говорят, что это старая, устаревшая. Они в прошлом году новую придумали. И она была намерена это отрабатывать. Я согласен с Максимом, когда он говорит, что есть система. Система работы уничтожения Украины. Павел, вы говорите о том, что партия «За правду», Захар Прилепин, «Стариков», вот вся эта компания, люди, приближенные к Владиславу Суркову, проект Владислава Суркова. Ну и получается, что и нынешняя партия «Справедливая Россия за правду» тоже получила отпечаток деятельности Владислава Суркова. Но ведь он отошел от дел. Ну, правильно, от дел отошел. Но система не меняет. То есть когда-то он, ну как работает, знаете, по неволе мы вот с Максимом становимся такими экспертами. Мы уже больше в российской политике разбираемся, чем в украинской. Потому что постоянное вот нахождение и увеличение этих процессов. Как работает в России? У них, если что-то утверждается, какая-то, даже если человек меняется, то система все равно работает. Потому что, смотрите, ну, Захарченко убили, Плотнивского сняли, поставили других людей. Но система российской оккупации все равно работает. Ну, люди на это не имеют никакого значения. То есть то, что когда-то утвердил вождь, скажем так, да, Путин, за этим потом ведется тотальный контроль. И поэтому те концепции, которые они внедрили, разработали в 2017 году, они не позволяют в России идти, чтобы они менялись, только из-за того, что поменялся человек, поменялся просто чиновник. Вопрос Максима Бутченко. Максим, я так понимаю, что Сергей Миронов лично и партия «Справедливая Россия» это вот такой рупор идей Кремля. Как раз именно сам Сергей Миронов был драйвером всех агрессивных мер Российской Федерации по отношению к Ордлоу, вот таких вот мягкой силы, так называемой, или агрессивного влияния, о котором вы говорите. Это признание так называемых паспортов группировок ЛДНР, признание дипломов так называемых местных вузов, упрощенная выдача паспортов Российской Федерации жителям отдельных районов Донецка и Луганской области. Именно Сергей Миронов все это озвучивал. Именно это было потом указами оформлено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что это за система такая и о чем, чего ожидать сейчас на оккупированной части Донбасса, судя из того, о чем сейчас Сергей Миронов говорит, к чему призывает? Ну, вот я чуть-чуть скажу насчет системы. Да, она действительно в 2014 году, а может даже и раньше, сформировалась с Сырковым. На его место пришел Дмитрий Козак. И все практически с теми общаясь, они говорят, что Козак это прагматик, который делает хорошо уже начатое дело. То есть он не идеолог, в отличие от Сыркова, который придумал все это, а он просто реализует. И за год мы видим, что количество выданных паспортов, например, удвоилось с 200 до 400 тысяч. Ну и по всем аспектам. То есть мы видим не спад какой-то деятельности, а наращивание. То есть вот этот прагматизм, который есть у Козака, он реализует его с удвоенной силой. Поэтому все процессы, которые происходят, они происходят по таким драйвам. Насчет справедливой России и того, что нам ждать. Ну, на мой взгляд, есть разные варианты. Россия признает Донбасс и все остальное. Ну, я думаю, что если бы Россия хотела бы признать Донбасс, она признала бы его чуть ли не с первых дней. Ну, а есть определенное понимание и тактика, и стратегия. Зачем в данном случае Донбасс? Ну, реально. Зачем, может быть, с точки зрения экономики? Ну, нет. И Павел сказал, и все мы об этом знаем, что экономика разрушена, закрыта большую часть угольных предприятий, и они еще больше закрываются, проблемы с металлургией, ну и все остальное. То есть мы знаем, что это практически уже черная дыра по отношению экономики для того, чтобы возобновить ее в нормальном виде, как было до Украины, там подсчитали, там, по-моему, 40 миллиардов долларов нужно. Вот. Политически там, то есть, ну, как бы тоже не сильно интересно. Поэтому здесь, в первую очередь, представляются геополитические цели. Все, что делает Россия, особенно вне своей страны, это все геополитика. Ни о какой гуманитарности, ни о какой там гуманности не идет речь. Задача стоит таким образом. Она может быть вероизменяться, но, по крайней мере, на данный момент она не изменилась с 2014 года. Как можно больше интегрировать российского в украинский регион Донбасс, полностью изменить менталитет, привязать их к России, и таким образом внедрить уже, как субъект федерализации, в унитарное государство. Будет такое гибридное государство, унитарное части эпидерализованное. То есть, на мой взгляд, Донбасс не будет признавать Россию в ближайшее время. Может быть, оно изменится что-то там через какой-то период, но на данный момент этого не видно. Наоборот, делается все таким образом, для того, чтобы настолько видоизменить эту территорию, чтобы даже и сомнений не могло быть в последующем, что они будут и останутся пророссийскими. То есть, условно говоря, создается такое подобие того, что делалось в Крыму. Ведь там до 2014 года российские организации просто ввели суперактивную деятельность. Там были партии и все остальное. И поэтому создавалась такая видимость, якобы Крым русский, то же самое и создаются сейчас видимости, якобы Донбасс русский. В этом видео он возвращается на каких-то условиях, скорее всего, политических в Украину. И таким образом будет постоянный рычаг давления. И причем, мне кажется, что если раньше я думал, что это, наверное, не очень серьезно, как это может быть, это можно будет потом реинтегрировать, как-то видоизменить. Но сейчас я оцениваю вот этот период реинтеграции в два раза больше, нежели вот он есть с оккупацией. То есть, условно говоря, сейчас 7 лет, нужно 14 лет, чтобы нам все это вернуть. Поэтому задача очень серьезная с точки зрения Украины, недооценивается этот момент. Политики вообще, я, собственно, об этом не слышу. И тема Донбасса мало мелькает. Мне кажется, это наша такая ошибочная недальновидность. То есть мы решаем проблемы сегодня на сегодня. А в России делают сегодня на завтра. И мы уже потом по горячим следам пытаемся как-то реагировать. Начали раздачу паспортов. Мы что-то там сделали минимально. Но, тем не менее, все равно ничего не решающее. Поэтому я думаю, что стратегически эта бомба замедленного действия, она может таким образом действовать и 5, и 10 лет, и 20. В какой-то момент я немного наивно, наверное, думал, что с уходом Путина что-то изменится в российской политике, будет демократическое государство. Но, к сожалению, я думаю, вероятнее всего этого не случится. И преемственность курса сохранится. Поэтому проблема Донбасса, это проблема следующих поколений после нас. Ну, то есть, Максим, цель не интегрировать Донбасс в состав Российской Федерации, а русское сознание поселить в людях. Да, вот так. То есть они реально интегрируют. То есть все, что происходит там, по-другому нельзя назвать. Единственное, что не будет легализировано на государственном уровне. То есть не будет присоединено, скорее всего. Может быть, даже будет какое-то признание независимым. Может быть. Но это не отменяет того факта, что будут попытки все равно возврата этих территорий в Украину. Вопрос по Лулесянскому. Павел открылся в марте представительство вот этой вот партии «Справедливая Россия за правду» в Донецке. Возглавил ее Алексей Жигулин, многолетний так называемый депутат так называемого Народного Совета группировки ДНР. Какие вот сейчас тактические цели, перед ним поставлены Сергеем Мироновым, ну и, по сути, Кремлем? Ну, по сути, это подготовка, мониторинг ситуации, проведение социологических опросов. Это так заявляют они? Да, это то, что номинально. Ну, по сути, то есть это как бы подготовка к выборам. То есть как бы необходимо вести разъяснительную работу среди граждан, каким образом можно будет проголосовать. Проблема в том, что Алексей Жигулин еще сам не знает, как будут организованы выборы в Госдуму Российской Федерации на предстоящих, да, на территории Урдло. Там три сценария есть. Они рассматривали даже голосование по почте. Это онлайн-голосование, приезд, соответственно, в Ростовскую, там, приграничные области, которые граничат с временно оккупированной территорией Украины. И, соответственно, открытие участков избирательных территорий Урдло. Да, то есть как бы... Но проблема в том, что для того, чтобы открыть эти участки на территории Урдло, то Россия должна признать, как это было в Абхазии, в Южной Осетии, тогда они там открывают дипломатические представительства, да, и таким вот образом. Кремль поставил задачу. То есть не Кремль, а радикальная группировка, правящая там, радикальная группировка националистов в Кремле поставила задачу, чтобы русские люди на вакутированном Донбассе проголосовали там в количестве 300 тысяч, не менее 300 тысяч. То есть это большинство от количества выданных паспортов. А вот Максим сказал, приезжал депутат Андрей Казенко, он приезжал с инспекцией, да, для того, чтобы уточнить, что сделано для выборов. И вот, соответственно, ему сказали лидеры оккупационных администраций о том, что, ну, мы не можем обеспечить, там, онлайн-голосование нам тяжело бабушек научить. 300 тысяч вывезти в день голосования, даже если за неделю ты начнешь выводить, это коллапс. Ведь там же кто получил российские паспорта в основном? Это военнослужащие, это члены оккупационных администраций, это боевики, да, то есть как бы в основном это верхушка, которая имеет прямое отношение к оккупационным администрациям, ну, в большинстве случаев. И если вы их туда вывезете, то, соответственно, останется там голые какие-то направления на эти дни. Ну, это то, как они... И вот, кстати, смотрите, партия «Справедливая Россия за правду» недавно в Москве проводила целый круглый стол. В Москве там был предатель Александр Ходоковский, да, как бы, и они там принимали решение, то есть каким образом провести голосование. Одна из их идей была сделать онлайн-голосование, для того, чтобы там через приложение государственные услуги, для того, чтобы там была вкладка для жителей ЛНР и ДНР, как проголосовать на выборах в Государственную Думу. То есть вот следующий этап, следующий этап, это же ведь мы должны понимать, это политическая оккупация. То есть они вытравливают Украину из головы людей полностью. Если выборы, то вы будете голосовать не на выборах в Украину, а на выборах в Россию. Павел, ну погодите, на неподконтрольной части Донецкой и Луганской области несколько миллионов людей, ну 500 тысяч получат паспорта к сентябрю этого года, когда состоятся выборы в Госдуму Российской Федерации. Непонятно, сколько из этих людей смогут проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации. Ну почему вот так вот вы преувеличиваете, да, но это не весь Донбасс, ну не все жители Донбасса оккупированного? Абсолютно. Я не преувеличиваю, знаете, я как бы отношусь реалистично к ситуации. Вы правильно сказали, то есть на сегодняшний день паспортов выдано 420 тысяч. Это только, как они называют, 20% от населения, да, всего. Но заявки на получение паспортов примерно 1300-1500 в день они фиксируют. Это контролирует очень жесткая миграционная служба Российской Федерации. Дети, которые рождаются на территории Ордло, по их внутреннему законодательству, если у тебя мама или папа имеют русский паспорт, ты автоматически рождаешься русским. Ну по их закону так. Следующий момент. У них задача поставлена, чтобы до конца года на территории оккупированного Донбасса было не менее выданных, не менее 800 тысяч паспортов. То есть увеличить то, что было выдано в прошлом году. В прошлом году они выдали там около 200 тысяч. В этом году им поставили задачу удвоить. И на сегодняшний день наши мониторы нам сообщают, что уже из миграционной службы начали звонить людям и говорить, что мы готовы вашу очередь подвинуть. Для информации. Очередь на получение российских паспортов в оккупированном Донбассе, еще раз говорю, это принудительно, это нежелание людей. Я вас поддерживаю, что это нежелание людей. У людей по-другому не может быть. Их заставляют под дулом автомата эти паспортов. До 2024 года расписана очередь. И сейчас им дали задачу, чтобы они ускорили этот процесс. Почему я и говорю, что Российская Федерация вытравливает все украинское из головы этих жителей. И вот она уже взялась за политические процессы. Потому что до 2020 года такой интеграции в политическое пространство не было. Павел, а зачем поставлена так жесткая задача, чтобы жители оккупированной части Донбасса с российскими паспортами приняли участие в голосовании в Госдуму Российской Федерации в этих выборах? Это как картинка такая будет пропагандистская. Что вот действительно, как Николай Стариков говорит, что представители Донбасса будут не в Раде, а в Госдуме. Что вот сам факт этого будет подниматься? Или зачем, чтобы они голосовали? Или поправить, может быть, рейтинги справедливой России? Или единой России? Вы знаете, это вопрос идеологии. То есть для них даже 4 миллиона голосов в России сколько живет, для них это очень маленькая погрешность. Это не электоральная, это не борьба за электорат, это борьба за идеологию. Вы знаете, вот то, что озвучивает Николай Стариков, Дохар Крепин, Александр Бородай, другая плеяда вот этих активных деятелей. Это ж не их мнение. Они стейк-колдеры Кремля. То, что им пишут, то они и говорят. И вот недавно на совещании, кто-то цитировал это совещание, которое было в Путине, его кто-то, один из генералов спросил, какова цель? Ну вот мы проводим политику на Донбассе, какова цель? Расширить, что мы хотим? Путин ответил. Наша цель – это вся Украина. То есть их цель – разрушение всей Украины. И этот процесс, который, как вы выразили, здесь они жестко проводят, это одна из составляющих гибридной войны России против Украины. Одна из составляющих. Может быть, главная, в которую они потом будут бить и показывать международному сообществу. Вы посмотрите, там граждане Российской Федерации, они представлены в Российском парламенте, у них есть российские паспорта, их дети разговаривают на русском языке, они учатся по законам, по программам российских учебных заведений. И таким вот образом они будут апеллировать международному сообществу, именно вот в таком плане. Это просто одна из составляющих. Там есть много составляющих, еще дополнительно. И мы по паспортизации, вот буквально в мае месяце выпустим еще отчет по паспортизации, для того, чтобы показать проблему паспортизации на оккупированном Донбассе. Вопрос Максима Бученко. Максим, а насколько эффективно вот это вот насаждение русского менталитета, российского менталитета, российских политических ценностей, вот такой контролируемой демократии на неподконтрольной части Донбасса, ну вот хотят сделать, как в Крыму, чтобы были настроения, я так понимаю, в Донецке и Луганске. Насколько с вашей точки зрения это удается? Может быть, какой-то даже повод для оптимизма дадим? Насколько вот такая эта политическая культура, вот этот тон, с которым Сергей Миронов обращается к жителям неподконтрольной части Донбасса, ну вот учит их прямым текстом, да, как жить, как воспринимать действительность, насколько люди верят этому, насколько они будут добровольно принимать участие в этом голосовании, насколько это успешно, как думаете? Да, ну смотрите, так как мои родственники проживают на той территории, я иногда с ними общаюсь, и я вот вижу в разговоре, я слышу постоянно какие-то вещи, ну вот кальки просто пропагандисты, Сталин придумал Украину, там какие-то там другие, какие-то парадоксальные, там за нацистов я уже вообще молчу, то есть даже в бытовом разговоре такие вещи постоянно проскальзывают, ну абсолютно вообще нонсенс, парадокс, который исторический, никакой Сталин, что он придумал? Ну то, что российская пропаганда наращивает, объявляет, говорит об этом, и это не был спор идеологический, это вот уже настолько в людях где-то засело, пусть даже преклонного возраста или такого среднего, что они уже не замечают, как они уже оперируют этими данными, и второй очень важный момент, это огромнейшая работа с молодежью, то есть там, если посмотреть, в каждой этой квази-республике есть молодежный парламент, которые представители этого парламента постоянно ходят в вузы, у них есть чуть ли не разнарядки, можно посмотреть по количеству посещений вузов, что они делают, это очень системно, а там огромная работа в образовании делается, как я и сказал, что, во-первых, заменена полностью гуманитарная сфера, то есть приняты российские стандарты образования, учебники некоторые видоизменены с учетом тех реалий, которые у них есть, как они их вырисовывают, Украина практически вычеркнута, украинский язык вычеркнут из программы, и в остальном они учатся по российским учебникам, например, истории России, которые подается именно с точки зрения того, что Россия, они современную историю даже не разделяют с Россией, то есть у них даже нет истории ДНР, условно говоря, у них есть история России, это очень важный такой элемент действия, пять вузов ДНР и три вуза в ЛНР уже прошли аккредитацию, собственно, их дипломы признаются в России, если говорить о детях, то там очень часто встречаются так называемые кадетские классы, когда дети одевают форму цвета хаки, учат их бросать гранату, разбирать автомат, искать шпионов, ну вот все вот такое гипертрофированное советского периода, то есть я застал этот период, приблизительно помните про активогазы, как мы одевали, но это все, на самом деле, детские лепят по сравнению с тем, что происходит, там все очень серьезно, их там несколько десятков этих организаций, различных. Максим, ну вот вы говорите, сами через это прошли, ну сейчас же вы как-то проукраинский настроенный, да? Да, ну да, вот, например, предположим, союз бы не распался, да, ну это таки, нужно понимать, что когда я проходил, это уже был закат империи, да, это все уже было более по инерции, сейчас вот этот агрессивный настрой, он сравним, наверное, послевоенным периодом Второй мировой войны, да, вот, вот он настолько агрессивно подается, что у человека мало шансов не поддаваться им. Например, вот смотрите, в прошлом году украинских студентов поступило в вузы, вернее, студентов из Орлова поступило в украинские вузы, 1600 человек. Это чуть, это с учетом того, что были у нас квоты поданы, они закрыли только 20%, в ДНР в целом получили аттестаты, около 20 тысяч человек, только в одной ДНР, так называемой, да, вот, то есть можно представить количество людей, которые каким-то образом нам пытаются, мы можем выхватить оттуда, да, вот эта проблема, о которой вы говорите, о том, чтобы была надежда, вернее, не проблема, а тезис, да, надежды, она не может возникнуть сам по себе, сама по себе, то есть если мы не будем предпринимать какую-то ответную системную работу даже по интеграции этой молодежи, ну, вот это количество, вот 1600 против 20, тысяч в одной только квазиреспублике, и это, эти цифры, они говорят о том, что мы системно проигрываем в этом плане, поэтому надежда, конечно же, она существует, но лучше быть объективными, чем обманываться, обманывать самим себя, поэтому если сейчас, в ближайшее время, мы не перестанем с вами гуманитарную, образовательную сферу, мы не создадим программы для студентов, настоящие программы, я знаю, вот Павел, не раз сталкивается с тем, что студенты приезжают в Украину, и пограничники их штрафуют на 1600-1700 гривен за незаконное пересечение границы, якобы незаконное, вот человек, наоборот, едет в Украину, а его тут же наказывают, с каким сердцем мне это все будут делать, то есть нужно полностью перевернуть представление, я думаю, что нужна такая, условно говоря, гуманитарная революция по отношению, вот полностью перевернуть, тогда таким образом мы можем что-то передавить, изменить, и тогда надежда, она не будет слом, а будет какой-то фактической реализации. Но все равно давайте дорожить, ценить вот этими 1600-ми студентами, которые приехали. Я говорю, что нужно их преувеличивать, я же об этом говорю, да. С неподконтрольной части Донбасса иногда вот качество может перевесить, количество, да еще и, возможно, гораздо больше молодежи хочет учиться на подконтрольной части Донбасса, но есть какие-то причины, непреодолимые силы, почему они не могут приехать в свободную Украину. Спасибо большое, мы говорили о том, зачем российские политики ездят на Донбасс, и справедливая Россия за правду, Госдумская партия окучивает вот неподконтрольную часть Донбасса, все это не случайно, с нами были правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Олисянский, журналист и писатель Максим Бученко. Не приключайтесь, мы продолжаем.